В Бендерах прошел финал республиканского фестиваля хоров-ветеранов. Десять творческих коллективов ветеранов и пенсионеров со всей республики показали свои лучшие номера и поразили зрителей своей энергией и талантом. Яркие сценические наряды и блеск в глазах в ожидании выступления. Сколько их было за 45-летнюю историю хора-ветеран, не перечесть. Для большинства это отдушина от будничных дней. Эти люди не просто поют, это их жизнь. Долголетие хора – их заслуга. Мы поем песни всякие, и молдавские, и русские, и даже итальянскую песню, и украинские поем песни. Это, наверное, какой-то стимул для пожилых цветей. Но это решили показать, что наши хоры тоже могут еще дать настроение, тон и петь. С марта этого года фестиваль ветеранских хоров путешествовал по Приднестровью. Патриотическая песня прокатилась по всей республике. Словно победная ура 1944-го, когда поочередно были освобождены города Приднестровья. Только в конце августа победа пришла в Бендеры. Спустя 72 года в день освобождения города здесь вновь звучали песни военных лет. Когда началась мирная жизнь и появилась надежда на светлое будущее, буквально тут же, ну, через течение недели, месяца, двух месяцев стали организовываться предприятия. Город хотел жить, восстанавливаться, трудиться. С песней по жизни. С песней по жизни – девиз тех, кто сегодня на сцене. Патриотические песни, которые исполняли ветераны, больше, чем просто удачный репертуар. Это их юность, пропавшая порохом и кровью. Это надежда на то, что молодежь не забудет военный и трудовой подвиг старшего поколения. Для меня песни – это жизнь. Песни – это всё. Была война, и я в первом классе в северном, во время собрания пела. И пела про войну. И все, конечно, плакали. В голоконцерте фестиваля приняли участие около 200 артистов – 10 ветеранских коллективов со всех уголков Приднестровья. Такой результат стал настоящим успехом и для солистов хора, и для их руководителей, и для организаторов. Я хочу сегодня поздравить всех с тем, что этот проект, который длился почти год, благополучно завершается. И те сомнения, которые мы слышали в начале, что коллективы ветеранов достаточно сложно будут передвигаться по республике. Возраст не будет позволять им быть мобильными. И так далее, и так далее. Но я хочу сказать, фестиваль состоялся, и мы его достойно и с честью провели по всей республике. Все участники финала фестиваля были награждены дипломами и ценными подарками. Ирина Варсан, Лариса Тарабина, Евгений Никонов. Первый Приднестровский телеканал.